А перед просмотром данного видеоролика хочу позвать вам канал SkillFull. На канале этого парнишки вы найдете видео про компьютерную версию Майнкрафта, такие как прохождение мини-игр Bidwar, Skywars, CSGO, обзор разных багов, а также прохождение карт в Майнкрафте. А также, друзья, здесь есть игры не только про Майнкрафт, и компьютерные, и андроиды игры. И здесь также есть уроки, к примеру, по созданию программ по взлому разных игр и также программ. Поэтому, друзья, если вы желаете обучиться или просто немного веселиться, то подписывайтесь на этот канал, обязательно ставьте ему лайки, и в скором времени он нас порадует тем, что вы увидите это на моем канале, и я смогу это тоже увидеть. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, собственно, ссылка на этот канал, как всегда, будет в описании. Хай, друзья, с вами Стив Про. Да, да, я знаю, что сейчас вы начнете меня ругать, где монтаж, где, да, беспальнюю, то, что там беспальнюю перешел. Друзья, я знаю, что таких комментариев сейчас становится просто очень много. А, отвечаю на них довольно просто. Если... Ух ты. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ю-ю-ю, друзья, начали обзор команды, точнее механизма, появился такой интересный баг, что случилось с спавном этих скелетов, а ну, собственно, ладно, все равно поставлю мирно, я не знаю, что произошло, но произошел дикий баг, ладно, собственно, сегодня я вам покажу дверь с кодовым и замком, или паролем, так и назвать ее можно, и сегодня мы вправду рассмотрим довольно прикольный механизм, собственно, он довольно простой, и у него есть один минус, если все же кто-то нажмет все рычаги, то дверь откроется, да, друзья, но зато это самый компактный механизм и всех других механизмов с паролем, да, опять же, я перейду к теме с монтажом, значит, вы будете ругать, но если я буду делать монтаж, то видео будет затягиваться где-то на день, на дня два, это будет ужасно, собственно, друзья, вот три рычага, они нажимают, открывается дверь, именно вот эти три рычага, схема довольно простая, ее понять может каждый, да, во-первых, вам нужно выбрать блоки, из которых вы будете делать стенку, к примеру, вот эти блоки, вот так довольно простенько, вот, и допустим, у меня будет только нижняя планка, то есть я оставлю только вот так, здесь сейчас, друзья, покажу вам, вот так у меня будут висеть рычаги, допустим, три рычага, да, и у меня будет, так сказать, кодовый замок вот из этих двух рычагов, для этого мне придется поставить красный факел вот сюда, сюда, так, давайте сразу, наверное, так же сделаем еще место для двери, так, это потом уже, собственно, делаем вот так, берем редстоун, прокладываем его вот так же, друзья, вот так, все делаем так же, как делаю я, так, здесь уже можно делать углубление, придется сделать углубление где-то в два блока, и, собственно, дальше делаем все вот так, вот так, так, нет, это, ну ладно, ладно, это мы сейчас прикроем, так, собственно, размещаем, размещаем здесь блок, и, друзья, теперь самое интересное, вот сюда, вот на этот, так сказать, кирпич, мы ставим красный факел, и проводим сюда редстоун, и у нас факел как бы замыкается, ну а поверх мы уже ставим блок, который вы захотите, собственно, будет вот так, собственно, все можно замаскировать еще лучше, если вы, конечно, захотите, что ж, теперь проверяем механизм, так, вот и вот, да, друзья, как видите, все работает, и если я не нажму хоть один рычаг, то дверь уже не откроется, собственно, вот довольно простой механизм, который порадует многих, да, друзья, один факел горит, один нет, и надо нажать еще вот этот факел, рычаг, чтобы открылась дверь, собственно, все просто и логически, поэтому, друзья, если хотите вторую часть этого механизма, где я уберу этот минус, конечно, я даже не думал, как я буду это убирать, ну, я могу это сделать, поэтому обязательно пишите комментарии, и зарядки мало, это плохо, но ничего страшного, мы уже заканчиваем с этим видео, поэтому, как я сказал, не забывайте ставить лайки, а также подписываться на канал, собственно, друзья, до скорых встреч!